Уважаемые коллеги, в первую очередь я хочу высказать благодарность ЭСМА, а также благодарность научному комитету за приглашение выступить сегодня перед вами и поговорить о клинических исследованиях, которые изменили полностью область саркомы и ГИСО. И всё это произошло всего лишь за последние 12 месяцев. Последние публикации, последние данные, то, что реально влияет на ведение пациентов с этим заболеванием. И каким образом эти исследования могут действительно повлиять на новые рекомендации ЭСМА, которые мы ожидаем в ближайшем будущем. Перед вами мой конфликт интересов. Я думаю, что можно начать с основ и вспомнить, что в 2020 году мы увидели замечательную публикацию новых версий классификации опухолей мягких тканей и костей. И сейчас мы знаем, что туда входят примерно 100 разных вариантов злокачественных мезонхимальных опухолей. Совсем недавно мы также получили вот эту важную публикацию, которую опубликовали наши французские коллеги в 2021 году. И это данные по французскому регистру, который называется NEX-SARC, который предоставляет нам самую последнюю информацию, последние данные, статистику относительно саркомов мягких тканей, саркомов костей и также GISO, гастроинтестеринальных струнальных опухолей. И это впервые, впервые дало нам примерные цифры, цифры заболеваемости и распространенности некоторых очень редких видов саркома, которых мы раньше даже не знали. Далее, в 2021 году нас еще порадовали публикации и наша группа. Не буду скромничать. И это публикация в Cancer, и здесь вы можете увидеть результаты, а также дискуссию относительно ведущих экспертов в области сарком под зотингом общества заболеваний соединительной ткани. И также обсуждались частота заболеваемости, пороговые значения, и, собственно, с какого момента мы можем называть заболевания ультраредким, ультраредким, в частности, ультраредкой саркомой. И в данном случае была определена заболеваемость примерно 1 на миллион. 1 на миллион. И это, собственно, пороговое значение для того, чтобы определить саркому мягких тканей или саркому костей ультраредким типом. И, соответственно, исходя из этих пороговых значений, был сформирован целый список ультраредких показаний и впервые опубликован. Интересно отметить, что, исходя из этих пороговых значений, если мы, в частности, исключаем ГИСО оттуда, то тогда мы видим с вами, что ультраредкие саркомы костей и мягких тканей составляют примерно 20% от всех сарком. То есть 20% – это ультраредкие истории. Итак, давайте посмотрим, какие же клинические исследования, которые были представлены за последние 12 месяцев в 2020-м, частично в 2021 году, которые могут считаться теми, которые изменят нашу клиническую практику в ведении сарком и ГИСО. Безусловно, в первую очередь нужно сделать правильный отбор. И для этого мы хотели бы сфокусироваться на двух фундаментальных работах, и это два реномизированных исследования, которые, собственно, рассматривали вопрос терапии локализованных сарком в мягких тканей. Далее еще одно исследование по распространенным фазам заболевания, и это, опять же, отобранные типы сарком. И далее еще два клинических исследования, которые были опубликованы по распространенным вариантам ГИСО. Ну что ж, теперь говоря о локализованных сарком в мягких тканях. Итак, первое исследование, о котором я хотела поговорить, это рандомизированное фаза 3 клиническое исследование, инициированное исследователями. В данном случае здесь хотели пересмотреть роль нео- и одевантной химиотерапии, либо как моно, либо в комбинации с лучевой терапией, для улучшения безрецидивной выживаемости у пациентов, а также общей выживаемости у пациентов, которые имеют первичные, локализованные, полностью резектабельные саркомы мягких тканей, которые возникают либо в конечностях, либо в тулынче. Итак, посмотрим, что это из себя представляет. Фаза 3 открытое исследование. Это пациенты высокого риска, которые определяются как отчаг, как минимум 5 сантиметров, high-grade саркомы, достаточно глубокие, глубоко локализованные. И в это исследование, это было академическое исследование по неодевантной химиотерапии данной группы пациентов высокого риска, включились 32 института из Италии, Испании, Франции и Польши. Сюда суммарно были включены более 350 пациентов, которые были дистрибизированы в отношении 1 к 1. На получение трех циклов дооперационной неодевантной химиотерапии, и это была полная доза эпирабицина и эфосфамида, по сравнению с тремя циклами режима под контролем гистологии, который состоял из гемцитабина и декарбазина, но в случае леомиосарком, трабекторин, в случае это миксоидного, либо сарком, высокодозного эфосфамида в случае синориальных, либо комбинации эфосфамида и этапазида для злокачанных шваном, и далее комбинация гемцитабина и доцитоксела в случае леоморфных историй. Итак, отслеживая все первоначальные данные и промежуточный анализ, который был опубликован, мы увидели положительность, и данное исследование было преждевременно завершено. И финальный результат этого исследования показал незначимое улучшение выживаемости у заболеваний и выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у пациентов, которые получили режим, состоящий из антрациклинов и фосфамида, по сравнению с теми пациентами, которые получили режим под контролем гистологии. И это предполагает, что когда всё-таки мы хотим назначить неодевант, и когда это рекомендуется для первичной локализованной рекозептабельной саркомы либо конечности, либо туловища, то тогда режим терапии по выбору всё-таки остаётся комбинацией полной дозы антрациклинов и фосфамида. Кроме того, авторы этого исследования ретроспективно использовали и другой метод сертификации риска на основе саркулятора. Это номограмма, которая принимает во внимание не только грейд опухоли, не только локализацию опухоли, но также принимает во внимание возраст пациента, принимает во внимание гистологические данные, а также, собственно, локализацию как параметры оценки. И, собственно, авторы показали, применяя данную оценку риска в отношении пациентов, включённых в исследование, было показано, что для этих пациентов, которые имели высокий риск летальности, который был определён как риск как минимум 40% или выше, то тогда неодевантная терапия антрациклинами и фосфамидом соответствовала существенному улучшению как безрецидивной выживаемости, как выживаемости без заболеваний и общей выживаемости. Но данное преимущество не транслировалось на тех пациентов, у которых был низкий риск летаемости, ниже, чем пороговое значение 40%. И далее результат этого исследования широко обсуждался всеми экспертами по саркомам мягких тканей, по саркомам костей и также научным эффектам ЭСМА. И новая версия рекомендации, которую мы вот-вот ожидаем, будет обязательно включать данные, согласованные мнения экспертов, что неодевантная химиотерапия может быть продолжена вот этой популяцией высокого риска с очагами в конечностях и поверхностном туговище при значении по саркулятору более 40%, при этом предполагается полная доза докса и ифа в течение трёх циклов, как минимум. И, безусловно, это некоторый шаг вперёд. И в этой ситуации терапия должна обязательно составлять из полной дозы доксорубицина или же иперибицина и ифосфамида в течение как минимум трёх циклов, что назначается до хирургической резекции. Ещё одно очень важное исследование, также реновидное исследование фазы 3, также академическое исследование, было опубликовано группой Сиди Бомбала и другими коллегами в ERTC Soft tissue A bone sarcoma группе. В этом исследовании исследователи оценили роль предоперационной лучевой терапии в первичных, локализованных, резектабельных, ретроперитениальных саркомах мягких тканей. Исследование также включало более 31 его центра из Европы, из ERTC, Анады и США, и суммарно были включены более 266 пациентов. И хотя я, конечно же, понимаю, что сегодня в дальнейшем доктор Бомбало будет ещё обсуждать, скорее всего, более детально эту работу, но в рамках этой презентации я хочу очень кратко всё-таки упомянуть об этом, что исследование не показало какой-либо разницы с точки зрения абдоминальной безрецидивной выживаемости. Это была, собственно, конечная точка этого исследования. В общей популяции, включённой в это исследование, и, собственно, не было отмечено разницы у тех пациентов, которые имели и аммиосаркома, и атропентминесаркома, и хайгрейдлипосаркома, опять же, которые происходили эритопентонима. Поэтому предоперационная лучевая терапия Не должно предлагаться этому классу пациентов, в то время как, в частности, мы увидели хорошую активность и хорошее преимущество у пациентов, которые имели либо низкий, либо среднюю степень злокачественности, либо сарком. Также эти рекомендации будут исключены в обновленные гайдлайны, которые мы ожидаем от ESMO в ближайшее время. И, собственно, здесь сообщество экспертов согласованно выступило, что стандартный подход к ретроперитальным саркомам состоит в первую очередь из хирургической резекции очага, блок и также с участием отферентных органов, в то время как неодевантная лучевая терапия показала признаки эффективности и может обсуждаться в первичных low-grade или intermediate-grade, то есть низкой и средней степени злокачественности, либо саркома. Кроме того, важно упомянуть, что в этом сценарии у нас пока еще нет данных, чтобы они поддержали использование адевантной и неодевантной химиотерапии, но при этом рандомизированные исследования, международное коллаборативное исследование только что еще началось. И, собственно, основной целью является оценка, насколько адевантная химия может придавать какие-либо преимущества для ретроперитениальных показаний. Ну что ж, переходя теперь к распространенным саркомам мягких тканей. В данном случае мы будем обсуждать исследования по ультраведким типам сарком и эпидемиальные саркомы, которые характеризуются конститутивной потерей SMARC-B1, так называемого INI-1 или SMARC-B1. И это эпигенетическая альтерация, которая в дальнейшем приводит к активации фермента, который называется AZH2. И в этом исследовании рональный селективный ингибитор AZH2, который называется Pazimetos, был исследован по ряду некоторых показаний, среди которых оказались и эпидемиальные саркомы. Эпидемиальные саркомы были включены в специфическую когорку, это была фаза 2, это так называемый корзиночный тип исследования, куда были включены 62 пациента, которые имели INI-1 и 32 института, это же со всего мира США, Канада, Европа, Австралия, внесли свой вклад в это исследование. И Tazimetostad, Tazimetostad оценивался по своей эффективности, использовали критерии RESIST, и общая частота ответа составила 15%, то есть 9,62 пациентов, и медиана АВБП составила 5,5 месяцев. Но важно отметить при этой связи, что пациенты могли включаться в это исследование, начиная с первой линии. И вот перед вами столбчатые диаграммы, которые, собственно, показывают нам, что хотя, конечно же, основной ответ наблюдался далеко не у всех, а скорее, наверное, у меньшинства пациентов включенных, но более 50% эпитолиолидных сарком, которые лечены Tazimetostad, достигли определенной степени уменьшения опухоли. И вот из этого букета кривых мы видим с вами, что, в принципе, ответы делились достаточно устойчиво. Вот перед вами пример оценки пациента, который был пролечен в нашей клинике. И мы добавляли несколько режимов здесь, это клинический случай. И посмотрите, пациент остается в исследовании уже практически два года. Перед вами кривые АВБП. И отсюда, соответственно, мы можем видеть с вами, что примерно 20% пациентов могут получить огромные преимущества от этого препарата и на протяжении более чем года. И, собственно, эти результаты стимулировали FDA к регистрации Tazimetostad для терапии распространенных эпитолиолиодных сарком, начиная с первой линии. Но при этом Европейское медицинское агентство этого пока еще не сделало. Поэтому этот регулятор сейчас будет, наверное, прислушиваться к рекомендациям ЭСМА 2021 года. Хотя мы знаем, что в Европе этот препарат доступен. Но, как минимум, уже сейчас в рамках клинических исследований, которые сейчас продолжаются. Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим на еще одну интересную тему. Это БИСО. Это БИСО. Гастроэндициональный соревнованный эпохой. Итак, исследование АВП-притениба. Как вы знаете, это пероральный селективный ингибитор БИДЖЕФ, рецептор АЛЬФА, который оценивался в исследовании Навигатор. Это фаза 1. Исследование, состоящее из двух частей по эскалации и расширению дозы. Итак, среди разных типов ГИСО в это исследование были включены 56 пациентов, которые имели рецептор АЛЬФА-ПДГИ-D824V. Это мутантный вариант. Это, конечно же, ультраредко, ультраредко вариант ГИСО. И, соответственно, здесь мы знаем, что ингибиторы тирозинки у нас, да, формально разрешены для распространения распространенных вариантов, но они, увы, плохо активны. То есть мы говорим об имитенибе, сунитенибе и эрегарифенибе. Не работает. И поэтому в рамках текущего исследования, которое, как вы видите, включало практически 20 различных институтов из разных регионов мира, США, Европы, Азии, по АВАПР, АВАПР, АВАПРТЕНИБО, рекоменованная фаза, доза 300 миллиграмм на день. И, соответственно, использовались резист критерии для оценки объективной частоты ответа, которая оказалась очень неплохой, 88%, то есть 49 из 56 пациентов ответили. И общая частота ответа, конечно же, представляет большой интерес. Мы видим 5 полных ответов даже, и медиальное наблюдение составило практически 16 месяцев. И 81% пациентов продемонстрировали беспрогрессивность на протяжении 12 месяцев. Перед вами, опять же, стопчатая диаграмма, которая показывает нам, что практически все, практически все пациенты в рамках этих вариантов ГИСО продемонстрировали разную степень ответа. И это иногда была очень выраженная степень уменьшения опухоли на фоне данной терапии. И, собственно, эта публикация была первой. За ней последовала вторая публикация Джонеса и коллег, которые имели уже более длительное наблюдение, практически 2,5 года. И, собственно, они показали общую частоту ответа на фоне авопритениба. 91% медианной выживаемости без прогрессирования составило 34 месяца. И это та же самая публикация пациентов. И вот перед вами впечатляющие данные кривые выживаемости без прогрессирования. Исходя из этих результатов, как ИДИА, так и Европейское медицинское агентство сразу же одобрили авопритениб для терапии распространённых PDGF-рецепторов альфа-мутантных D842-УВИ-мутантных вариантов, начиная с первой линии. И ГИСО, рекомендации СМАПО ГИСО также, конечно же, обязательно будут включать с момента обновления эту новую опцию как один из инструментов доступных для этой группы пациентов. Далее у нас есть и ещё одно очень важное исследование, которое, собственно, проходило в течение ряда лет без особых новостей для терапии ГИСО. И это перед вами фаза 3. Двойной слепой плосебоконтролируемое исследование, органтированное в отношении 2 к 1, с возможностью переключения, куда включались пациенты с распространённым ГИСО. И, в общем-то, это были уже пациенты 4-я линия или больше, чем 4-я линия, рефракторные, кематинибу, сунитинибу, риграфинибу. Ну, то есть это такие распространённые истории. И это 4-я линия плюс. Практически 30 институтов со всего мира, из США, Европы и Азии, принимали участие в этом исследовании, куда были включены 129 пациентов. И использовался в этом исследовании рипретиниб. Рипретиниб, то есть это ингибитор ТК по переключению контроля, switch control. И, опять же, этот препарат активен против порога широкого спектра мутации PDGF рецептора альфа. И, как мы уже говорили, в данном случае шло сравнение с плацебо. Итак, рипретиниб показал преимущество по сравнению с плацебо. И медиана выживаемости без прогрессирования составила 6,3 месяца по сравнению всего лишь с одним месяцем, который наблюдался в группе плацебо. И общая частота ответа оценивалась по резисту, и она составила практически 10% по сравнению с нулю группе плацебо. Перед вами кривые Каплана Майера, которые показывают выживаемость этих пациентов. Исходя из этих результатов, опять же, оба регулятора, как Европейское медицинское агентство, так и ЭДЕИ, зарегистрировали к использованию данную молекулу, начиная с первой линии в распространенных ГИСО. И, опять же, мы ожидаем, что и данная опция будет обязательно представлена в нашей палитре инструментов по работе с ГИСО в обновленных рекомендациях ЭСМО. Ну что ж, на этом, как я уже говорила, при этом мы всё равно не можем охватить все новости по терапии шарковых мягких тканей и костей. Но я уверена, что в последующих презентациях мои коллеги поддержат меня и, собственно, представят дополнительные интересные новости в этой области по СЕОМИТУНИБЛ, в частности, и по NF1, ассоциированному нейрофибруном. И вот эта работа, которая была опубликована в New England Journal of Medicine, но, кроме того, есть ещё и энтрактиниб по энтрек-фьюжн-саркомам, и также есть интересные данные по PD-1, PD-L1-ингибиторам в других типах саркомах. И, собственно, мы ожидаем интересных новостей также и по ангиосаркомам. Поэтому все эти новости, в частности, старые препараты, как методорексат, венолюбин и кровоспалительные мёфевробластные опухоли, также имеют новости. И так всё это даёт нам возможность вспомнить, собственно, каким образом правильно мы работаем с гисоей, с саркомами, мягких тканей и костей. При этом важно, в первую очередь, правильно ставить патоморфологический диагноз. И поскольку эти препараты всё чаще и чаще используются в очень фелективных типах сарком, то тогда, конечно же, важно, чтобы эти пациенты обязательно обсуждались в рамках мультидисциплинарных команд и велись экспертными центрами либо посредством сети экспертных центров, которые специализируют на терапии сарком. На этом я хочу поблагодарить вас за ваше внимание за ваш интерес и за участие в сегодняшней сессии. И я буду находиться в вашем полном распоряжении после этой презентации для вопросов и ответов. Ещё раз большое спасибо. Спасибо.